Приветствую вас всех снова на нашем канале. Сегодня мы продолжим нашу тему с обложиванием снаряжения. Будем обслуживать вторую ступень Аквалум Калипса. Это одна из самых распространенных ступеней, которые применяют дайверы из-за того, что, наверное, это самая бюджетная ступень, ну и, соответственно, она самая простая устройство. Для начала разберем нашу вторую ступень. Берем ключик, откручиваем вот эту деталь. Далее можем снять вот эту крышку от мембраны. Снимается очень легко. Так, вот. Она резиновая. Так, сняли. Дальше вынимаем, собственно, саму мембрану. Снимаем ее с кольца. Далее можем снять защитный кожух клапана выдоха. Снимается тоже все очень просто. Вот. Вот наш клапан. Дальше. Чтобы снять регулировочный вот этот винт, нам надо удалить вот этот фиксатор. Так, удаляем фиксатор, нажимаем на него, выдвигаем. После этого вынимаем регулировочный вид со шторкой. Только после этого мы можем снять вот эту деталь. До этого нам вот эта деталь просто не давала это снять. Так. Далее. Что, собственно, здесь обслуживает? Обслуживается, да? Что ремонтируется? У нас есть ринг вот здесь. Есть ринг вот здесь, да? И, в принципе, подлежит замене вот эта вот часть, эта серенькая, да? Но я не вижу на ней критических повреждений, чтобы ее менять. Вот. И дальше у нас еще, как обычно, есть регулировочный винт внутри этой детали, да? И на нем тоже есть у ринг. Сейчас мы его вынем. Используем отвертку. Так. Чтобы вынуть наш эволюровочный винт, используем какой-нибудь предмет подходящего диаметра. Надо было просто оттуда выпрессовать. Аккуратненько. Вот. Вот этот у ринг. Далее. Чтобы разобрать вот эту деталь, нам понадобится головка на 6 мм. Желательно тонкостенная. У меня такой нет. Вот есть толстостенная, поэтому мне будет не совсем удобно откручивать. Вот. Для того, чтобы подкрутить, надо будет нажать вот на эту подпружиненную деталь. И после этого уже выкручивать шестигранником. Сейчас я постараюсь это сделать. В моем случае самым простым решением является поставить вот эту деталь вот так вот, надавить на нее пальцами и дальше. Если бы это была тонкостенная головка, таких бы сложностей не было, она бы прекрасно входила внутрь. Так, открутили. Аккуратненько удаляем гаечку, снимаем качельку. Лучше обучку не потерять. Далее вынимаем вот эту деталь. Осталась такая вот черная пластмассовая направляющая шеба под четырехгранник. Так, в принципе, ни на что не влияет, и снимать ее не обязательно. Так она снимается очень просто. Достаточно надавить на эту пластмасску, и она выпрессуется. Вот. Так. Теперь. Теперь. Отправим. Снимем все о-ринги и отправим все наши детали в чистку. После этого будем собирать обратно. Чистить мы будем, как обычно, бытовым обычным уксусом, восьмипроцентном. И потом тщательно промываем все водой. Так. Мы все почистили, промыли, высушили. Теперь наносим смазки на наши о-ринги, которые мы либо меняем при необходимости, либо используем те же самые, если они в хорошем состоянии. И будем собирать все назад. Так. Деталей немного, поэтому сервис регулятора не займет много времени. Одеваем о-ринг. Готова деталь. Готов. И вот. Этот о-ринг еще остался. Так, все. И начинаем сборку. Начнем с самой сложной детали, вот с этой. Берем пружину. Одеваем. Тут у нас четырехгранник, который должен попасть в шайбу, которая тоже имеет четырехгранное отверстие. Поэтому заранее ориентируем, как это должно быть. И вставляем. Так. Все вставили. Далее. Теперь ставим нашу качельку. Вот у нас на этой детали есть отверстие. Вот оно. Качелька должна располагаться по отношению к отверстию вот так. Далее. Нажимаем. Одеваем шайбу. И гаечку. Наживили. Теперь затягиваем. Так, закрутили. Теперь собираем вот эту деталь. Вставляем наш регулировочный винт. Запрессовываем его на место. И отверточкой наживляем. Регулировку сделаем позже. Ставим все наши детали в корпус второй ступени. Берем вот эту деталь. Ставим ее. У нас с одной стороны. Тут у нас четырехгранник. То есть, конечно, можно вставить и в другую сторону. Она как бы входит. Но не фиксируется. Поэтому вставляем четырехгранник в ту сторону, где четырехгранник. И дальше фиксируем все это при помощи вот этой детали. Затягиваем гайку. Дальше эту деталь. Тут у нас есть тоже такой паз. А здесь выступ. Соответственно, паз у нас с выступом совмещается. Дальше фиксатор. Ставим на место. Все. Деталь на месте. Далее. Надо посмотреть на то, насколько качелька возвышается над обрезом наших корпусов второй ступени. Тонкую регулировку мы будем делать этим винтом. Который находится вот с этой стороны. Но до регулировки высота должна быть не менее чем два с половиной миллиметра. То есть, когда мы сделаем регулировку, у нас качелька должна возвышаться вот над этой частью на два с половиной миллиметра. Смотрим. Тут явно больше. Значит, все хорошо. Далее. Берем нашу мембрану. Ставим на место направляющую шайбу. Теперь одеваем вот это кольцо. Перепутать тут сложно. Вот здесь вот есть выступ. Он предназначен вот для этого выступа, который, собственно, имеется вот на этом дефлекторе, на крышке клапана выдоха. Да, вначале поставим эту крышку. Вот, и теперь одеваем. Так. Дохлопываем. Вот. Все. Собрали. Дальше у нас есть два способа регулировки, используя специальное приспособление, которое я использовал ранее. Либо сделать регулировку по параметрам, которые задал производитель, а именно установить качельку на высоте два с половиной миллиметра от среза. Чтобы сделать вторым способом, нам, естественно, надо открыть мембрану, то есть не надо было ее собирать. Так, сделаем регулировку вторым способом, который я описывал, то есть по установочным данным фирмы-производителя. У меня есть металлическая такая вот деталь, толщина ее два с половиной миллиметра, наверное, два, поэтому я буду ее использовать как ориентир в регулировке. Первоначально делаю это на глаз, потом буду делать более тонко. Закручиваем винт, видим, как качелька опускается вниз. И вот требуемое нам положение качельки достигнуто. Все, после этого возвращаем назад к нашему мембрану с направляющей шайбой и одеваем защитный кожух. Вот, все, октопус мы собрали, вернее, вторую ступень мы собрали. Дальше собираем все назад на регулятор, да, и прикручиваем к баллону и проверяем. У нас всегда есть возможность подрегулировать высоту качельки, то есть настроить наш прибор для нормального дыхания. А на этом мы с вами прощаемся, ждем от вас комментариев, пожеланий о том, что бы вы еще хотели увидеть. И до новых встреч на нашем канале о дайвинге и путешествиях. 2, 5, 7 2, 5, 7 1, 2, 3, 4